на сегодняшний день и при диагнозе ожирение и при диагнозе сахарный диабет мы отталкиваемся с того что ребенок поскольку он растет и развивается он нуждается в определенном количестве всех необходимых и белков и жиров и углеводов и поэтому на сегодняшний день даже при диабете мы не всегда рекомендуем придерживаться какой-то строгой диеты не говоря уже про диагноз ожирение другое дело то что медицинское понятие норма калорийного рациона она зачастую очень сильно отличается от наших среднестатистических представлений о чем идет разговор о том что наши дети мало едят овощей о том что наши дети мало едят белка и в первую очередь рыбы а именно белок рыбы идеален для построения тех же самых мышц костей всех остальных органов которые нужны для ребенка поэтому в первую очередь когда мы говорим о формировании привычек здорового питания мы говорим о норма калорийном рационе по возрасту если перед нами ребенок мало ешка и зачастую родители вот в силах ну хоть что-нибудь ешь то есть ту же кашу не просто варят молочную кашу добавляя сливочное масло но еще обильно посыпая сахаром стараясь каким-то образом привлечь ребенка чтобы он хотя бы такую кашу съел на самом деле это все таки не совсем правильный подход потому что здесь даже любого мало ешного ребенка нужно стараться накормить правильной едой то есть ему можно посыпать присыпать рисовую кашу сахарком но это не должно быть чрезмерно то есть мы все равно помним о тех пяти чайных ложках сахара которые являются нормой добавленного сахара в день еда ни в коем случае не должна расцениваться в качестве поощрения или в качестве наказания потому что дети в силу своих растущих в том числе и ментальных особенностей они это записывают очень хорошо на уровне подкорки и дальнейшем в течение жизни вот это вот еда как поощрение она к сожалению будет приводить к развитию тяжелых в том числе психологических и вплоть до психиатрических нарушений так называемых нарушений пищевого поведения когда весь смысл жизни будет вот сосредоточен в получении этого удовольствия которое когда-то давала мороженка съеденная на ночь а завтрак для ребенка и для взрослого человека на мой взгляд имеет круциально важное значение в нашем центре в течение последних пяти лет проводится исследование основного обмена то есть тот минимум энергии который тратит наш организм для того чтобы сердце сокращалось легкие дышали то есть тот минимум который необходим для поддержания вот основ жизнедеятельности что мы получили если ребенок завтракает и желательно чем раньше тем лучше то скорость этого основного обмена повышается и сохраняется относительно более высокой в течение всего дня а вот если ребенок не завтракать и первый прием пищи приходится на обеденное время то даже если суммарно количество съеденных калорий в течение всего дня будет небольшое эффективность потраченных калорий будет все равно ниже поэтому завтраки должны быть обязательны должны быть всегда как правило детки не завтракать по двум причинам первая причина если он поздно поужинал и он 8 утра когда нужно выходить в школу еще благополучно переваривает съеденный поздний ужин вторая причина очень часто это гастроэнтологические заболевания патология рефлюксы дискинезии желчеводящих путей гастриты у деток особенно школьного возраста очень часты то есть вот та желудочно-кишечная диспепсия когда ребенок даже может быть не в силу своего возраста может объяснить но если подробно его начинаешь расспрашивать то очень хорошо выявляются все вот эти вот признаки и проблемы которые в принципе тоже требуют врачебного контроля и внимания поэтому выяснить почему ребенок не хочет завтракать пересмотреть режим и все-таки завтраки должны быть обязательно в идеале дома перед школой или хотя бы давать ему на перекус что-то с собой что это может быть это может быть бутерброд но на каком-то сером черном отрубном цельнозерновом хлебе не с колбасой а накануне мама или папа или бабушка запекает тоже телятину курицу индейку говядину запекает в виде домашний буженин и вместо колбасы такое мясо можно совершенно спокойно взять и порезать на бутерброд это может бутерброд сыром это могут быть какие-то бутерброды овощные в том числе добавлением рыбы или мяса может быть взяты с собой например кефир в бутылочке вода очень важно не начинать завтрак и вообще первый прием пищи чисто с углеводистой пищи имеется ввиду со сладкой то есть лучше если это будет белковая еда это будет омлет это будет молочная каша это может быть даже тоже самое яйцо но убедительная просьба все-таки яйцо не жареное а яйцо скорее отварное яйцо пашот или омлет это будет более правильным и более здоровым завтраком для ребенка и